Вот такая вот сейчас у меня фигура. Живот, да. Живот большой. Вот так вот сейчас я, ребята, выгляжу. Вет 70 килограмм. Ребята, всем привет! В этом видео хочу рассказать, что меня сподвигло к похудению. Также, как я отказался от сахара, как себя чувствую уже больше пяти месяцев. Тоже, что мне в этом помогло. Также я буду сегодня готовить рыбу, горбушу и скумбрию запекать тоже покажу. И немножко расскажу еще про китайский чай. Кстати, он мне тоже и помог отказаться, в частности, тоже от сахара. Что, собственно, меня сподвигло к похудению, из-за чего я начал худеть. Вот я сбросил за 4 месяца 38 килограмм. У меня не было никаких болезней, ни из-за болезней, ни из-за чего. Мне не нравился мой живот. Живот был большой, неудобно было там нагинаться, шнурки завязывать. Все равно мешает. Плюс еще была усталость, быстрая утомляемость. Все равно, ну, начинаешь уставать более быстро. Тоже, когда полный человек, да, и потеешь тоже, тоже быстро. Там что-то поделал, уже вроде бы ничего не сделал. Все равно уже потеешь, вот. Ну, много вот таких вот факторов. Мне не нравилось. Мне даже, как вот мама, говорю, говорила. Я когда захожу, говорит, не ты заходишь. Говорит, сначала заходит твой живот, а потом только ты за ним. Ну, больше мне вот не нравился, да, мой живот, он был все равно неудобен там. Что-то где-то делаешь, нагинаешься, все время в живот упираешься. Та же самая одежда, уже которая одежда тебе нравится, футболка, она уже тебе маленькая. То есть из-за этой линейки я уже не могу надеть такую футболку, которая мне нравилась. Вот из-за этого я думаю, нет, все, я возьмусь. Я по-любому, если я берусь за какое-то дело, я всегда иду до конца. Также всем советую, да, надо делать, все брать, делать до конца. Бывает, человек идет, идет, идет к похудению, там, неделю худеет, вес стоит и на седьмой день все бросает. А на восьмой день, может, и пошел был так как раз спад, да, может, какое-то такое плато было, что вес не падал. То есть все равно надо идти, 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 дисциплина, и все получится. Я, конечно, большой любитель китайского чая. В 19-м году я был на чайной церемонии на острове Хайнань. Вот там я полюбил чаи, и оттуда я привелся. С 19-го года я продолжаю пить чаи. Мой любимый самый чай это пуэр, есть шушен пуэр, шу пуэр, черный и зеленый. Вот новичкам, кто хочет начать свой чайный путь, я хочу порекомендовать три попробовать чая. Такие как Дахонпау, Тигуанинь и пуэр, шу пуэр. Вот, однозначно какой-то из этих чаев должен понравиться. Мне понравился пуэр, но он не всем нравится. И также я на стриме завариваю в субботу-воскресенье, в выходные дни у меня проходит стрим. Вот я завариваю пуэр, это такие вот мини-точки по 5 грамм, заваривается сразу на чайничек. Вот так вот, я уже один вытащил, вот так вот выглядит прессованный такой вот чай пуэр. Потом есть белый чай, это что у меня сейчас есть. Потом есть пуэр, вот тоже пипсочек. Вот, также по 5 грамм идет. Еще мне нравится чай, как лапсанг с ушонг называется, очень вкусный чай. Выглядит в такой банке металлической. И еще мне нравятся пробники, я брал пробники, там было 20 чаев, я просто вытащил их из упаковок. Ну тут тоже интересно, чай достаешь, открыл и завариваешь. А какой это будет, там улун, тигуанин, там да хон пау, разный может быть чай. Мне вот интересно, белый чай, еще мне нравятся серебряные иглы, золотые иглы. Желтый чай тоже очень вкусный. И тоже, что мне помогло отказаться от сахара, вот китайские чаи, они все такие вкусные, интересные. У них аромат и вкус, и их традиционно пьют без сахара. И вот с этого времени пил, пил, пил. И когда уже решил отказаться, чтобы похудеть, нужно отказаться от сахара, отказаться от всего мучного. И чай, как бы мне, некоторые говорят, я не могу чай пить без сахара. А вот китайский чай я привык пить без сахара, и поэтому мне было не тяжело. Плюс, как я себя замотивировал полностью отказаться от сладкого, если я бывший сладкоежка. Вот, смотрите, вот как я себе сказал, если съесть шоколадку с чаем, допустим, чтобы ее сжечь, это надо в тренажерном зале работать один час. Вот, это же сколько времени надо, зачем я думаю себе, зачем я буду есть шоколадку, чтобы потом похудеть, мне нужно час отрабатывать. Вот, и вот, как бы, в психологическом плане я отказался от сладкого. И после этого я уже не ем больше пяти месяцев, и, знаете, честно, энергии, наоборот, только-только и прибавляется. Вот, это тоже, я говорю, раньше было у меня такое заблуждение, что углеводы там зарядился там сладким соком, пошла энергия. Нет, как-то без этого и мозг хорошо работает тоже. Я говорю, организм наш делает сахар, все, что ему надо, он все это может сделать, там, преобразовать, да, допустим, из самого белка он может сделать сахар, если ему нужен будет, необходим для мозга. Вот, давайте сейчас заварим какой-нибудь чаек. Еще, конечно, идет чайная доска, чабанька, но у меня ее нету. Это традиционный такой маленький чайничек. Еще есть гайванька, в ней тоже заваривают. Ну, зеленый чай с сильным кипятком не завариваем, где-то градусов 90, сразу же чай сливаем и сразу же наливаем. Это у нас будет первый пролив чая. Все, ждем, в общем, 15 секунд. Это у нас будет первый пролив и в чашу справедливости будем выливать наш чай. Это вот сейчас будет у нас первый пролив, так можно 7-8, ну, все зависит еще, конечно, от качества чая. Чем качественнее чай, тем он дольше будет выдерживать проливов. Все, теперь наливаем мы в пиалку, почему чашу справедливости, чтобы дальше не заваривался наш чай и мы не наливали, допустим, сидим, мы в кругу 4 человека и последнему будет самый крепкий чай, если мы будем заваренько наливать. А в чашу справедливости у нас будет у всех равная заварка одной крепости. Давайте, ребята, за ваше здоровье, чтобы все были счастливы, здоровы, похудевшие, довольны. Давайте, ребята, за вас. Ммм, такой легкий, цветочный, такой летний какой-то аромат, не знаю, морской где-то на берегу моря, там где цветы, море, солнышко такое нежаркое светит. Приятно очень. Вот чай заканчивается, снова заливаем, ждем на секунд 10 больше, где-то 25 секунд. Все, также можно сливать его, и все. Такое сито мне еще нравится, рука такая держит. Все, уже прошло 25 секунд, можно сливать. Вот это тоже вот на Хайнане я брал, такие вот пиалки. И вот этот вот чайничек у Максима, покупал его на Хайнане, на острове Хайнан Литин, какой маленький, вот моя ладонь. Вот. Вот. А чтобы похудеть, я вывел три таких основных, три самых таких золотых правила. Отказаться от всего сладкого, отказаться от мученого. И ни в коем случае нельзя делать перекусы. То есть, еди максимум три раза в день. Вот. Но, конечно, есть диеты. Кто-то питается и на дробном питании, кто-то делает маленькие порции, там питается шесть раз. Ну, так, не знаю, так худеть намного будет просто тяжелее. Вот. Это я всем советую, кто хочет вес набрать, то нужно питаться три раза в день. И еще между ними, там, три перекуса. Вот так вот легче вес набирать и еще побольше углеводов есть. Поначалу, возможно, будет казаться даже психологически, как я там все время ел сладкое-сладкое, сейчас есть я не буду. Вот. Ну, не знаю, все это быстро человек отвыкает от этого и все. И потом будет только легче и легче и легче. Самое главное, это тоже здоровье, что нужно понимать, что здоровье будет улучшаться. Знаете, ребята, какие у меня ощущения, как я себя чувствую, да, когда я весил 108,4 килограмма и сейчас же 70 килограмм. У меня появилось больше энергии, то есть, мне даже хочется как-то больше двигаться, да. Только из-за этого я начал просто для себя заниматься спортом, как бег, либо там еще какие-то железки. Ну, это уже когда время есть. Вот. Стал очень тяжело потеть, чтобы вспотеть, мне тоже нужно прям так прилично поработать. Также я стал как-то меньше спать. Не то, что меньше спать, но да, как-то стал быстрее высыпаться. То есть, раньше мне нужно было больше времени как-то, чтобы чувствовать себя прям хорошо. А сейчас я могу намного раньше, на пару часов раньше проснуться. И уже я вас заряжу, я уже готов бежать. Нормализовалось у меня давление тоже, что не может не радовать. Вот такие вот бонусы, да. Я говорю, есть только одна побочка. Это то, что одежда стала вся большая. Вот это вот такое вот побочное действие. Ребят, ловите такую мощную мотивацию. Все у вас получится, я с вами. У меня на канале также есть зарядка 10-минутная. Она очень полезная, подтягивает кожу, наш тонус. Очень много там сгорает калорий, всего за 10 минут в день. Вот. Не поленитесь, начинайте ее делать. Если тяжело, там приседать, но можете чуть не досаживаться. Вот. Если будете каждый день делать по 10 минут, в принципе, в любое время, до работы, либо после работы, результаты тоже не будете долго ждать. На канал добавилось довольно-таки много людей. А мое хобби – это путешествие. И моя мечта тоже увидеть мир, как можно больше стран. Вот. Тоже позже будут путешествия. Я сейчас готовлюсь, зарабатываю. По выходным, когда у меня выходной, запускаю стрим. Ну, и все, кто хочет меня поддержать, я... Эти деньги пойдут на билеты в новую страну. Также вот по себе вот рассуждаю, да, когда у меня был лишний вес. Я говорю, вот, как-то быстро устаешь, где-то ленишься. Нет такой энергии, как сейчас. Вот даже многие удивляются. Говорят, у меня сейчас видео выходит каждый день. Почему? Я говорю, конечно, у меня сейчас много энергии. Мне хочется снимать, что-то делать, творить. У меня такой появился творческий подъем. Вот. Время всегда человек может найти, вот, как и в моем случае, снять там видео, уделить час-два, да, своего времени в день. Вот. Я также и работаю. И также любой человек может уделить времени, допустим, своей фигуре похудения. Будто это на улице погулять там после работы, не поехать на автобусе, там не на машине, а пешком пройтись. И сделать там, допустим, 10-минутную зарядку. Я считаю, любой человек, кто хочет, может это подключить. Как говорится, если человек хочет, он время всегда найдет. А если он не хочет, у него и времени не будет. В общем, надо будет все взвесить и выбрать, что выбираете. Здоровье, фигура, либо вкусняшки. Вот. Выбрали, поставили цель, приоритет. И все, дисциплина, время пройдет, время покажет, покажет все ваши плоды, старания. Я буду вас также продолжать мотивировать. Я всегда с вами. Ребята, сейчас я буду готовить рыбу. У меня скумбрия, тоже очень полезная, жирная рыба, омега-3. И горбуша, тоже это красная рыба. Или она бюджетная и тоже очень вкусная. И, опять же, полезная. Буду запекать я в духовке. Потребуется нам фольга. Ну, сделаю такие, как лодочки. Потом лук, луковица. Масло. Масло у меня домашнее. Ну, еще залп на специи. Тоже на специи, да, все по-разному. У меня будет лавровый лист. Потом кориандр молотый. И карри. Берем лук. Буду резать я полукольцами. Пол луковицы на одну рыбу. И пол луковицы на вторую рыбу. Нарезаем полукольцами. При похудении мясом можно, я говорю, абсолютно любое есть. Главное, тоже соблюдать, конечно, порции. Много есть не надо. Но рыбу я тоже ем. Я рыбу предпочитаю запекать в фольге. Она будет и сочнее. Но если у кого-то тоже бюджет позволяет, можно использовать и семгу, и форель. Более такую. Она еще, конечно, жирнее и рыбополезнее. Сейчас формирую такую вот делу лодочку. И буду укладывать на низ лук. Сделал я такую вот лодочку. Теперь накладываем на низ лук. Блюдо тоже это довольно-таки простое. Готовить его не тяжело. Ну, я, собственно, не люблю. Потому что такие блюда, которые нужно много затрачивать времени, чтобы приготовить. Чем проще, тем она и лучше. Все, лук я уложил. Пару листочков лаврового листа. И теперь буду укладывать сюда скумбрию. Я еще сделал такие вот надрезы в рыбе. Все укладываем. Также нам потребуется масло. Я уже так сразу нарезал. По три кусочка положу наверх на рыбу. Так, теперь приступаем к специям. Кориандр прошел. Солить я тоже, ребята, ее не буду, рыбу. Но кто, кому нравится соль, да, вы можете посолить, конечно. И посыпаю я карри. Конечно, по поводу специи, да, у всех вкусы разные. На специи. Вот, можете добавить любую специю, какую хотите. Все, вот так я сразу приготовлю. И потом две рыбы, это мне надолго хватит. Все, теперь укладываю масло. Как раз здесь разрезы. Так вот положу. Три куска масла. И буду сейчас заворачивать. Хорошо закрываем, чтобы и сок потом не уходил. Видите, как получилось. Это похоже на шаурму. Все, и теперь берем оставшийся лук. Также полукольцами нарезаем. Видите, ребят, блюд на правильном питании, на похудении готовить можно очень много. Вот. И когда у нас на канале было 100 тысяч, исполнилось, я готовил праздничный ужин. Можете посмотреть. Накрывал я стол. Там 4 блюда было. Вот. И роллы делал. Там запеканку. Кексы к чаю делал. И салат. Все, формируем теперь еще одну лодочку. Я, конечно, в повседневной жизни так не питаюсь, как я делал на праздник. Да, стол накрывал. Делаю все, конечно, попроще, побыстрее. Я говорю, мясо вот так вот затушил сразу много. Без специи, чтобы она не портилась. И в холодильник ставлю. И так мне на неделю хватает. Салат сразу я нарежу. Много себе сделаю. Также в холодильник. На минимум 2 дня я ем салат. Все сделал я в формочку. Также укладываем лук. У меня от лука всегда очень сильно глаза щипят прям. Не знаю почему, но у меня так глаза реагируют на лук. Всегда сильно щипят. Кстати, горбуша. Мне вообще вот рыба нравится. Я еще и суп. У меня на канале есть рецепт. Я готовил суп без картошки. Очень вкусный. С рыбой. Горбушу там я использовал. Но опять же, я говорю, все это зависит от бюджета. Я питаюсь на ПП. Стараюсь все брать такое бюджетное. Но можно использовать и другую рыбу. Подороже, да. Также и морепродукты. Можно суп приготовить, допустим, из креветок. Так. И все проделываем то же самое. Берем карри. Эти специи тоже бывают раз за разом. Как бы я все равно их меняю кориандр. Когда-то захочу, допустим, другие специи посыплю. Два лавровых листа под рыбу забыл положить, заговорился. А сверху также укладываю масло. Вкусно получится. Поставил я в духовку. Она уже разогревается на 180. Ну и буду запекать примерно на полчаса. Так, все. И можно уже закрывать. Так, все. Я уложил, засекаю полчаса. Все. В общем, рыбку я вытащил. Запекалась она у меня 35 минут. Смотрите, как красиво выглядит. Сколько там масла. Скумбрия. Горбуша. Еще горячее. Все. Но так вот быстро и легко. Главное, вкусно и полезно готовится рыбка наша. Вы впервые на канале. Подписывайтесь на канал. Чтобы не пропустить новые видео. И в субботу, в воскресенье проходит прямой эфир. Приблизительное время. 20.00 по времени Казахстана. У нас единое время в Казахстане. 8 часов вечера. То, что все время разное. У меня людей очень много. Не то, что с разных стран, городов смотрят. Есть такая китайская пословица. Каждая выпитая кружка чая разоряет одного аптекаря. Все, ребят. На этой прекрасной нотке будем заканчивать видео. Всем желаю здоровья. Давайте, ребят. Всем добра. Всем пока. Все у вас будет. Все получится. Только вперед. Никогда не сдавайтесь. Я полетел в астрал. Ну, я полетел в астрал. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...